Робот Фёдор вмешался. Ну, он опять работает. Так, неженько на колдовую. Идёт? Идёт. Давайте дальше. Молодец. Третья строчка. Бекоах колхэм беше. Силой голоса своего в песне. Конечно, я мог перевести в стихе, но я думаю, что песня это правильно. Да-да. В величестве неправильности. То есть вы притянете все эти семь небес силой голоса своего в песне. Четвёртая строчка. Беанда и лата кавод бесамух свивей лакодкод. И станет ореол чести и славы рядом. Вокруг темени. То есть вокруг чела. Чела. Да. Чего не поделаешь. Станет ореол чести и славы. Да. Рядом. Вокруг. Чела. Темень. Самая высокая точка головы. Макушки. Макушка. Я хотел тоже так сказать макушка, но теми... Не поэтично. Совсем не поэтично. Не поэтично. Ну ладно, неважно. Конечно, код-код это очень поэтичное слово. Надо сказать, что на иврите код-код слово поэтично. Конечно. Это... Вершина. Это вершина. Да, это самая высокая точка всего. В треугольнике тоже код-код. Да, да. В треугольнике тоже код-код. Ну конечно, конечно. Понятно, понятно. Да, да. Это действительно вершина треугольника. И вообще всего. В армейском жаргоне. В армейском жаргоне, да, это офицер обычно. Тот, кто командует. Да. Ну это уже другое. Но я имею ввиду само по себе. Это библейское слово. Оно встречается у пророков. То есть оно звучное. И в нем есть разные смыслы. Во-первых, оно повторяет себя код-код. И что интересно, что оно, как видно, очень родственное другому, как бы противоположному слову, кида, лакуд. Это поклон. То есть, когда человек поклоняется, он прежде всего склоняет себя, как вершина. Он не венец всего, когда он склоняется, перед, то он... То есть, протянуть просто ноги, это еще не то. А вот голову склонить, это то. Я говорю, они как видно родственные, как видно. Я не хочу это утверждать, потому что код-код, слово, у которого нет глагола, нельзя сказать. Можно сказать, но это не лекадкет. Лекадкет. Да, такого нет. А то, что те же самые буквы, куб дали, слово лакуд, кеда, хотя там есть юд и льва, но все равно он очень близко. И поэтому мне кажется, что вот наивысшая точка это код-код. А когда склоняешься, то надо склонить самое большое. Тогда это настоящий поклон. А если нет, то это не поклон. Следующая строчка. И почувствуйте расцвет души вашей, ибо чело ее наполнилось росой. Наполнилось росой. Конечно, немла, тааль, наполнилось росой, это из песни песней. То есть, что наполняет душу. И вот эта свежесть этого нового чувства, это роса. Роса это свежесть. Это та упоительная влага. Не просто та, которая удаляет жажду. Она упоительная, она свежая. Вот роса, роса имеется в виду рос шела, шел ми, шела нефиш. Вашей души. Пчело души наполнилось росой. Слово лив-луф действительно переводится обычно как расцвет. Я не знаю другого перевода. Но это тоже, как каткод, лив-луф. Ламе-бет, ламе-бет. Еще раз. Так здесь расцвет, да? Расцвет. А, цвет. Не расцвет, а расцвет. Я достал цвет, а сейчас... Да, цветение. Цвет, да? Да, да. Но лив-луф, конечно, мы понимаем, что вообще это от слова лев. Это сердечное. Это раскрывается сердце. Когда расцветают цветы, цветут, то они раскрываются. И видна их суть. Великое новое чувство – это раскрытие сердца, и как бы человек виден изнутри. Или его суть внутри. И он подчеркивает это в следующей строчке. Что же это за чувство, откуда оно берется? Ибо возвратился к ней месяц Нисан, друг молодости ее, многосеменный. Нисан – это месяц весны. Весна – это время расцвета, и время, когда действительно семена дают сходы. «Ибо возвратился к ней месяц Нисан, друг молодости ее, многосеменный». Во-первых, Нисан – это, как мы уже сказали, это весна. Нисан – это, конечно, мы празднуем в Песах, в месяц Нисан. То есть, «Геула» – освобождение, спасение и так далее. Вновь нам Гринберг говорит, что мы переживаем в этот исторический период. К нам все. Мы были в глубокой осени и зиме в Галуте. К нам вновь возвратился Нисан. А почему к ней, а не к нам? К ней – к душе. К душе. Речь идет о душе. «Алуф-неуре» – тут надо сказать. Друг, конечно, это наиболее просто. «Алуф» – слово тоже библейское. У него несколько значений. Во-первых, «Алуф» – это бык-предводитель стада. Тот, который ведется. Он самый сильный, самый смелый, самый большой. Это «Алуф». Это самое первое такое, я бы сказал, сельское значение этого слова. Дальше было значение главплемен. Вождь. Вождь. Это тоже «Алуф». Поэтому на сегодняшнем иврите «Алуф» – это генерал, то есть военно-начальник. Тот, который ведет за собой полки и так далее, армию. Поэтому на иврит это перевели как «Алуф». Тут «Алуф» – «Алуф» – «Алуф» – «Урея». Ну, сказать, вождь ее молодости – это, я думаю, не… А? Предводитель. Молодости. Поэтому друг молодости – это наиболее, может быть, близко. Но теряет, теряет вот эту силу, эту мощь, которая не только ведет за собой, она и защищает. Может, водитель молодости? Водитель молодости? Ну, нет, ну, дело, конечно, ваше. Но не предводитель. Нет, нет, дело в том, что это и защита тоже, потому что все, что молодо, даже и цветы, и деревья, их надо еще защищать. Они еще… И эта душа, она нарождается сейчас, и к ней возвращается вдруг молодость, и тот, который может ее и защитить. Не только сделать ее, не только сделать ее плодотворным, но и защитить. Потому что душ не я не возьму. Жай, не возьму. Да. Ну, можно, конечно, включить мозгами, продолжать их заливать. Ну, что? Верах Неса. Очень важно, потому что это потом слово «вновь». Хотя, само по себе слово Неса, оно не еврейское. Оно не еврейское. Оно, как видно, пришло из вавилонского пленения, и либо имеет рамерийские корни, либо даже другие. Но в нем есть слово Нес. Чудо. И действительно, вновь. Чудо весны, возрождение. Чудо исхода из Египта, возрождение народа. Через, как бы, снял, Всевышний снял иго зимы, иго фараона. Мы были как бы в раз. Вот это, поэтому Несан, теперь, конечно, на Еврите есть другое слово, близкое к этому. И оно тоже определяет первые ростки. Ницан. Ца, цади и сам, я много раз в семейских языках, конечно, потому что это близкие звуки. Они, они меняются. Да? Мы говорили в прошлый раз, схок и цхок, сэс и цэ, меняются. Между прочим, вы были правы, Оля, в прошлый раз, когда вы спросили, как сказала сара, цхок аса али елоким или цхок? Я сказал цхок, и я был не прав. Вы были правы. Там написано цхок аса али. Я забыл сказать, и сейчас хорошо с русского. Надо возвратить справедливость на русский язык. Вот. И поэтому, конечно, слово Ницан, то есть росток, первые ростки. Об этом и написано. Ницанин ниру баарать. Во время весны ты видишь первые ростки, которые выходят из земли. А на близком нам языке, но не иврите, это не сан. Но это не говорит о том, что слово Нес тоже не близко к этому. Потому что Нес первоначально это флаг. То есть тоже что-то, что выходит за рамки обычного. Выше его, как росток. И так далее. Дальше. Следующая строчка. И образ цветов всех оттенков лета, идущий из изобилия полей. И образ цветов всех оттенков лета, идущий из изобилия полей. Будет что-то слышно. Тавнида, это трафарет. Как вы считаете? Да все трафарет. Нет, вам-то слышно. Я спрашиваю. Все слышно? Тавнида, это трафарет. Это не образ. Тавнида, это нет. Это я вам скажу. Это матрица. Матрица. Это трафарет, наверное. То, наверное, на чем. Но и это образ тоже. Потому что это построено по подобию чего-то. Может быть, и подложка. Поэтому я выбрал слово образа, но ближе в данном случае, чем все остальное. Надо понять, что слово тавнида это от глагола ливнот, банок. То есть от глагола строить. То есть что-то построено, начертано, или на чем-то, или из чего-то. Но не важно. Это табу. Поэтому я выбрал слово образа. Гон, как известно, гон, гвоним, это оттенки. Шефа, это изобилие, это ближе всего. Хотя в других случаях, может быть, иначе. Говорят, это очень талантливый человек. Так у шофея районот. Шофея кишарот. Изобилие. А? Изобилие. Конечно, но как сказать? Этот человек полон, да? Полон через край. Вот это и есть шофея. Изобилие. Также и родник. Шофея. Май. Ханеля бы шефа. Ну, это уже совсем... Совсем могу... Сколько угодно. Сколько угодно. Например. Мишефа садон. И это переходит в следующую строчку. И плодов сладких всех видов и сортов. Витает в воздухе. То есть образ цветов и плодов витает в воздухе. Мишефа теперь витает перед ней, надо было бы, наиболее точно, перед ней, пред душой этой. Да, которая вот начинает вновь свою жизнь. Двоеточие. А? Двоеточие. Двоеточие. Да. Следующая строчка. Я просто не написал в той строчке, перед ней, потому что сейчас он объясняет сам себя. Нихеха. Леноха хамалка. Навше хэ. И закрывает, как бы, эту идею. Пред царицей, душою вашей. Без царицей. Без царицей, душою вашей. Без царицей. Без царицей. Без царицей. Это невозможно. Лучше тогда музыка. Не считай это. Они думают, что это музыка. Ну ладно. Да, я поправлю. Сегодня что-то такое. Обычно красивое что-нибудь. Извините меня, конечно. Вы правы. Почему? Ну надо. ЗЕРАНХАМЯМ БААЛЕВААЯМ РУХЕЙНУ КЕЛЬЗА ГАБХИЯДИМ Поток горячий морской идет от мощи Духа Нашего, запятая, РАСЫ ИЗБРАННЫХ РАСЫ ИЗБРАННЫХ Поток горячий морской идет от мощи Духа Нашего, РАСЫ ИЗБРАННЫХ РАСЫ ИЗБРАННЫХ Теперь давайте, если вы записали, успели записать. Во-первых, это как внутри морской или внутри океанский теплый поток. Это как Гольфстрим. Огромная мощь. Он может, хотя это не весь океан, но в самом океане он меняет климат. Он омывает различные материки и острова. Он приносит, то есть, это огромная мощь, огромная сила. Он уподобляет это нашему духу. И называет его Геза-абхирим. Теперь. Геза это ствол дерева. Ствол это Геза. В нынешнем иврите Геза это раса. То есть, вот этот ствол, от которого ответвляются различные народы. И поэтому это называют расой. И я перевел так. Еще и порода. Порода? У собаки тоже бывают Геза. Бывает порода. Но имеется в виду, действительно, в русском языке, когда говорят о собаках, говорят порода. Но имеется в виду тоже расовая чистота. Ничего не поделаешь. Можно говорить о людях тоже. Да, у каких-то там... Ну, чистота породы. У собак-то чистота породы. Ну, это тоже. Это дело в том, что раса, чем она отличается одна от другой? Какими там определенными признаками? Ну, вот. Тут дело... Я надеюсь очень, что вы найдете какое-то слово более красивое, чем раса, и даже чем порода, по-моему. Но ничего не поделаешь. Надо это объяснить. И поэтому я говорю, это исходит прежде всего от ботанического. На древнем языке нет другого, кроме ботаники. В данном случае, в данном слове. Геза имеется в виду только ствол деревьев. Даже не род деревьев, а ствол деревьев. У каждого дерева свой ствол. Ибо и... У него есть бетви. А бетви это могут быть народы, это могут быть племена, это могут быть плоды, листья, неважно. Да. Это основа всего. Как это перевести на более удобоваримый язык, я не знаю. Может быть народ. Избранный народ, это устойчивое слово. О, теперь. Геза-габихирим. Дело в том, Дело в том, что он не пишет Геза-ганивхарим, избранный. А Геза-габихирим. Бахир, это не совсем невха. Это не одно и то же. Очень трудно найти эквивалент на другом языке. Да. Но С чем можно это сравнить? Например, слово всем известное на иврите Бахур. КОЛ БахУР ВАТОВ ИСРАЭЛЬ. Каждый Добрый Это ТОВ Молодость. И Ну вот Тут молодости Во всяком случае нет. Понимаете? Вот в чем проблема. Дело в том, что молодые люди обычно Они настолько хороши, Что поэтому говорят о них Бахур. Но не наоборот. Мы переводим это как Молодцы, добрые молодцы там или все. Но Но тут молодость и молодость. Это неуриим, это циириим, это другое вообще. Тут Молодости нет в самом корне. Есть слово Бахира, Бахур. То есть как бы Тот, которого выбрали. Который сам по себе выделяется Своей силой, своей красотой, Своими возможностями. Вот этот выделенный. Да? Скажем, Если в магазине Видишь очень хорошие продукты, Как о них говорят? Они Выделяются. Выделяются. Да, выделяются это естественно. Но они Не избранные, а Отборные. Ну Что-то в этом роде. Отборные. 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 Вот-вот. Отборные. Как будто бы кто-то их особо Выбрал. Они отобранные. Отборные. Один когда на воле. Отобранные это у кого-то. Отборные. Отборные. Вот. Вот. Геза Бахирин Это отборные. Дело в том, что он говорит, Ведь мы за почти За две тысячи лет. Что-то с нами только не было. Кто остался? Самые сильные. Самые преданные. Самые хитрые. Тоже. Но Надо сказать, Что хитрость была И в другую сторону. Самые хитрые, Которые не были преданными, Сразу становились чужими. Вот в чем дело. Потому что там было намного больше бонусов, Чем оставаться у изгоев. То есть хитрость должна была быть, Но прежде должна была быть преданность. Вот в чем дело. Если не было этой преданности, Если не было этой внутренней мощи, Остаться самим собой, То тут хитрость не помогала. Наоборот. Наоборот. Они сразу становились вместе с большинством. Сами хитрые. И там Добивались особого положения. Потому что они так и были хитрые. Вот в чем дело. Так что, действительно, Вот что значит бехи рим. Бехи рим – это отбор. То есть был естественный отбор. В течение сотен, многих сотен лет. Кто остался из всех. И можно о них сказать Наиболее породистые, да? В том смысле. Но, конечно, это очень Некорректно. Некорректно, поэтически. В общем, Я вам все это объясняю, Чтобы вы совершили чудо. Которого я не сумел. Двоеточие. Что же это за... Извините, я еще не перевожу. Что же это за поток такой? Морской, мощный. И он поясняет. Что это за мощь. Ринена таутийот. Лифней бекият. Зрихат ха цейруф. Хапнини. Ницидефан. Трудно? Да. Давайте я вам скажу, Мелодия букв. Перед вылуплением Светоединения Их внутреннего Светоединения Их Извините, не внутреннего, нет. А жемчужного 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 Из Раковин Из ракушек Это все в той же строчке? В той же Цидфан Цедофорт Это ракушки, раковины В которых Иногда Бывают Жемчужи Ну, если дословно Из их ракушек, да? Мицидфан Да? Мицидфан Это не из их Перед вылуплением Их Имеется в виду, конечно Из них, да-да Да-да-да Я просто ракушка Да-да, конечно Это жемчужина Так? Да Это Это перевод Дальше Поехали Теперь Что здесь Жемчужины Буквы Мы говорим о Стихосложении Которое исходит Из внутреннего Чувства Обновления И чувства Великого чуда Которое совершается Перед нами И в нас Сами Вот эти буквы Являются теми Жемчужинами Которые, может быть Еще В ракушках Но уже можно Услышать Их мелодию Снаружи Они еще не вылупились Еще не Ракушки Их еще не раскрыли Но уже Слышится Мелодия То есть Мы в самом Начале Это только Весна Мы еще Не видим Плодов Но вот эти Ростки Уже Нам Поют Так Мы дошли До середины Стихотворения Хотите Продолжить И оставим Это На следующий Слыш Есть Есть Дальше Он просто Переходит К другой Метафоре Все Спасибо Все Продолжение следует Продолжение следует